Продолжение следует... Министерство обороны сводит счеты. Министерство обороны убирает свидетелей. Свидетелей тех, которые могут что-либо рассказать про того же Шойгу, который... Все куда-то садятся в какие-то там СИЗО. Все где-то что-то пытаются ответить с них. Они дрожат, как лавровые листы на морозе. А в данном случае Шойгу. С него никто ничего не спрашивает. Так может быть в интересах Шойгу это делается. Убираются лишние ненужные языки. Утром во вторник во дворе жилого дома в Москве был взорван джип Toyota Land Cruiser. Газета «Коммерсант», не указывая источник информации, пишет, что пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Первым эту версию опубликовал телеграм-канал «Астра». Итак, «Астра» утверждает, что взорванный джип Toyota Land Cruiser принадлежит заместителю начальника, передающего радиоцентра войсковой части Подмосковья Андрею Торгашеву. Позже эту фамилию назвало государственное агентство ТАСС. По его данным, автомобиль действительно принадлежит военнослужащему Торгашеву и его супруге. Оба они были в автомобиле и оба они пострадали. В то же время, телеграм-канал 360.ru утверждает, что смог связаться с женой Торгашева, которая якобы заявила, что с ее мужем все в порядке, а информация СМИ – фейк. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек. Что об этом известно на данный момент, друзья? Ну, конечно, я могу сказать, конечно, можно и сказать, что и другой человек. У нас много таких офицеров, которые вроде как и их осуждали, их там сажали, они исчезали, которые с Пригожиным шли на Москву. А теперь вроде как они живы, вроде как ведут свои каналы какие-то, но все это, вы понимаете, раз пропал офицер, значит, он пропал. А здесь жена, она была вместе с мужем в автомобиле, автомобиль взорвался, горит, они остались живы? Или как это нужно рассуждать на эту тему? Как нужно это считать? Потом жена, в состоянии ли она была отвечать, если автомобиль взорвался, если муж ранен, захочет ли она это отвечать? Или это уже Министерство обороны дает поручение кому-то, кто якобы от лица жены может об этом рассказывать. Ну, за это должна ответить вот у нас 360.ru, да, такое издание, если они действительно брали интервью у жены ли, или у кого-то, кто просто назвался, или им дали задание поместить такую информацию. Теперь вот все так, да. Ведь правду могут вещать только просто независимые блогеры на самом деле, потому что вроде как нет надобности. Но и здесь тоже все, знаете, бабка надвое сказала, тоже не все так просто. Харьков. Харьков бомбят довольно сильно, его уничтожают. Что такое Харьков, друзья? Наверное, немногие знают, что Харьков и Россия, Российская Федерация, медицина, секретная, закрытая медицина, очень тесно дружили друг с другом. В Харькове находится масса биологических лабораторий, ну, просто масса. Многие они находятся где-то в воинских частях, где-то якобы какие-то деревни, но это Харьков. И вы никогда не скажете, не узнаете, потому что вы проезжаете мимо, вам все равно. Вы даже в эти ответвления от большой дороги, когда границу Белгород-Харьков проезжаешь, вы никогда не свернете туда, где эти биологоратории. Потому что просто какие-то деревни, указатель на какие-то деревни со странными очень названиями. Уже сейчас не буду их повторять. Когда-то я рассказывала на эту тему, ну, года четыре, пять, наверное, шесть назад как раз рассказывала. А сегодня, ну, какой смысл мне это повторять, что это было в этих деревнях? Их несколько, их там, скажем, упыри такие-то. Упыри восьмой номер, упыри номер три, упыри номер пять. Вот такая ситуация с этими упырями, деревнями такими. Что же касается другой лаборатории, есть там и большая биологическая лаборатория, которая точно так же выпускала штаммы различных вирусов. Но это научная лаборатория, серьезная. Что они там выпускали? Почему бомбятся сегодня? Мы же не знаем, почему. И эти лаборатории подпадают под бомбежку или не попадают? Вот Липцы, очень, очень такое хорошее село это было. Я хотела сказать, деревня, село, да? Село было под Харьковом. Добротные дома. А теперь, оказывается, там жителей уже не осталось. И дома разрушены многие. Почему? Хорошее село. Уходит, уходит, уничтожает всех людей, которые там живут. Еще там один большой биологический объект – это стрелечие. Стрелечие – это дурдом. Это для психов, в общем-то, больница. Это такая роскошная санатория для душевнобольных. Причем работают, работали там сразу после войны. Работали там только немки. Немки, которые женились на дураках из дурдома и таким образом создавали семьи свои. Потому что, знаете, вот это вот природное, оно, конечно, тянет, тянет к чему-то. И никуда от этого не денешься. Если бы у нас не было этих чувств природных, может быть, мы умнее гораздо были бы. И не делали бы кучу ошибок, которые нас, да, разрушают потом в нашей жизни. Так вот, это психбольница, где… Это страшные вещи, на самом деле. Кстати, я рассказывал когда-то о Гагарине. Первая рассказала в Ютьюбе. Вообще во всем Ютьюбе первая рассказала о том, куда делся Гагарин и что с ним было. Но потом уже этот мой рассказ подхватили другие, чуть-чуть что-то там приукрасили, чуть-чуть приврали. И получился у них свой рассказ. Ну, рассказ взят у меня. Никто другой не посмелился бы, потому что никто не знал просто об этом. Я рассказала и вот про Гагарина. А теперь очень много таких роликов о Гагарине, куда он делся. Так вот, Гагарин именно здесь, в этой больнице, в шикарнейшем санатории, с яблоневым садом, с прекрасной речкой там рядышком. Там чернозем, там все цветет, там все… Ну, и чернозем еще за счет тех тел, которые там похораниваются. Там есть кладбище, на котором вообще просто нет фамилии. Крестик и номер, крестик и номер. А того и того уже нет. Понимаете? Это перед входом в лес. Вот такая ситуация с шикарнейшим санаторием. Я смеюсь, конечно, говоря, шикарнейшей. Это все заброшенное. Это все побитое. Это все грязное. Но территория, территория, когда-то якобы это была какая-то барская усадьба. Когда холоп говорит о барине, который жил в этой барской усадьбе, холоп как бы приобщается к этой барской усадьбе и к барству в этой усадьбе приобщается. Им приятно, что вот эту барскую усадьбу холопы, нищеброды, голодьба, голодьба, они захватили, поубивали всех, причем диким образом убивали всех там барня, ее дочери были. Все это было, в общем, диким образом убито. Это голодьба издевалась так. Голодьба не может по-другому, потому что у них животное начало. Они животные изначально. Их выводили для других целей. Знаете, это профессор Иванов вместе со Сталиным. У них были другие цели. Кавказский заповедник, да, озеро Рица и там дальше Сухуми. Это все заповедники, которые Сталин организовал, но он организовал их на старом месте. Это не только он делал, не только его рук заслуга, да. Но Сталин сам-то ничего не делал, друзья. Это ведь только по указке. Делал Берия. Это был умница. Берия был умница. На самом деле умнейший мужик. Но как бы сам Сталин руководил страной или давал распоряжение. У него был Берия, которым всем и руководил. Берия хоть и женился на княжне царского рода, да. Он был женат. Он гулял налево-направо, в силу того, что он все-таки такой, знаете, был петушок. Он и есть петушок. Курочек много. Он гуляет, да. А то, что он женился на княжне царского рода, это говорит о том, что он все-таки хотел приобщиться. Хотел приобщиться к той верхушке, которая правила в России. Они все были чьими-то отпрысками. Несмотря на то, что это была только одна национальность, включая Сталина, все-таки это была верхушка. Не будем сейчас, мы не об этом, друзья. Я хочу рассказать вам о том, что происходило. Вот эти все лаборатории, которые под Харьковом начинают бомбить, разбомбили ли их или нет? Ведь вирус может выйти наружу. Или там ведут сейчас такие активные военные действия для того, чтобы скрыть это все. Я еще раз вам повторяю, как раз Гагарина держали в этой психушке. Именно оттуда он смог уйти. И поэтому он смог дойти домой. Потому что это было, ну это далеко, конечно, от его дома, но достаточно нормально. Потому что если бы Гагарина куда-нибудь на север засунули, в Карелию, или вообще в Воркуту, да? Или к нам в Анадарь, в эти воинские секретные части, или в Магадан, оттуда бы он никогда не дошел. А он дошел, потому что это было все-таки в пошаговой доступности. Хоть и пробирался он, по-моему, трое суток домой к себе. Гагарин. Вот это то, что я знаю. А знаю от кого? От тех, кто работал в этой психушке, конечно, друзья. И что там творится? Да, там. Ну, нет, это, друзья, уже другое, другое. Не буду я вам рассказывать. Единственное, что скажу, что многие вещи, скажем, те же самые лаборатории, на ком испытывать? На людях из психушки. А верховный состав правительства, чиновников из Харькова помещали туда старых своих неугодных жен. Надо было привезти молодую, а старая могла претендовать на собственность, на виллу, на хорошую квартиру, на деньги. Она все это видела, как это все создавал ее муж. Поэтому их лучше было упечь в психушку. А там они уже, да, были пристегнуты металлическими наручниками. Поэтому оттуда они никуда не могли уйти. Тем более пожилая женщина, как она может? Это же не Мачо, это же не Гагарин. Гагарин смог вырваться, а пожилая жена какого-то харьковского чиновника не может. Вот такая ситуация. Так что спите, жители Багдада, Харьков бомбят. Но почему бомбят, вы опять-таки до конца и не узнаете. Я вам даю ориентиры. Это биологические лаборатории на территории Харькова, которых великое множество. То есть есть большая государственная, есть много филиалов и много очень частных филиалов, которые также кто-то содержит. Наши олигархи, российские олигархи, украинские олигархи, они содержат. И вы что думаете? Они просто олигархи, которые ни во что не вмешиваются. Это война, потому и есть война, потому что это бизнес. Люди, ну это же виртуальная игра, они даже не думают об этом. И все, что в Харькове сегодня творится, может вспыхнуть в любой момент вот этим выходом вирусов на поверхность. Это возможно. Мы этого не знаем. Потому что народ сам по себе не имеет никакого значения для олигархов и для войны. Никакого. Мы можем обсуждать. Мы можем кричать об этом. Мы можем умничать. Вот как я сейчас. А толку-то что? А толку что, если вирус выпустят из Харьковской лаборатории на поверхность? И все. И там уже закрутится. А будь здоров, что? Ну, оцепление, конечно, оцепление, оцепление, оцепление.